Доброе утро, кадеты! Ярославским кадетам жмет руку сам командующий ВДВ России Владимир Шаманов. Столь значимых гостей на воинском мемориальном кладбище Ярославля даже в майские праздники встретишь не всегда. Однако в пятницу в рамках вахты Героев Отечества цветы к солдатским могилам возлагают десятки знаменитых героев России и Советского Союза. Своебразная кульминация этой всероссийской акции в нашей области – открытие закладного камня у Музея боевой славы. 2 августа здесь появится памятник отцу-основателю ВДВ, герою Советского Союза Василию Маргелову. Нынешний командующий войсками по призыву маргеловский десантник вспоминает свою первую встречу с ним. При массовом десантировании 105-й дивизии под Черчаком, это узбекская республика, были крупные учения. И я когда увидел в 10 метрах от себя Маргелова, ну, наверное, такая радость у меня была, как будто я с Господом Богом повстречался. Когда сняли белый парашют, который вместо обычного полотна укрывал закладной камень, на лицах ярославских десантников была видна нескрываемая радость. Это место станет для них знаковым, тем более, если в области разместят, как планируется, 299-й полк ВДВ. Для нас это праздник, и мы с ребятами 2 августа у нас будет еще одно место встречи. У нас открывается полк воздушно-десантных войск. Ну, это вообще здорово. Дети, вот у меня два сына подрастают, и я думаю, ну, будущее у ребят в полку. Кстати, насчет будущего ярославских десантников участники вахты Героев Отечества не беспокоятся. Патриотическое воспитание у нас на уровне, отмечают они. Мы сами заряжаемся здесь энергией. Вот молодежь же не та, рассуждают, да? Там молодежь. Вот мы общаемся с молодежью, в основном с молодежью. Видите, сколько здесь? И видим, что она та же. Она так же, как мы, готова в случае чего защитить Родину. И вот это нас очень важно. А в Ярославле вот особенно. Напоследок командующий ВДВ пообещал, что к 9 мая среди техники, размещенной в Музее боевой славы, появится также и знаменитая боевая машина десанта. На этом мероприятие в нашем регионе не заканчивается, но уже в субботу, 24 января, вахты Героев Отечества направляются в соседнюю Костромскую область. Нина Колтина, Олег Лушников. День в событиях. Субтитры создавал DimaTorzok